Наверняка тебя тоже волновал вопрос, от чего зависит сила и выносливость. А они зависят напрямую от миофибрил и митохондри, которые расположены в твоих мышцах. Миофибрилы — это и есть сократительные волокна, которые отвечают за то, что твоя мышца может сокращаться. А митохондри — это своего рода энергетические станции, которые обеспечивают мышцу энергией и отвечают за то, чтобы ты мог совершать работу в течение длительного времени. О том, как тренировать первые и вторые, поговорим в сегодняшнем видео. Для наглядности я приведу рядом с собой картинку, как выглядят миофибрилы в контексте, в принципе, строения мышцы. И когда мы говорим об их тренировках, самое главное, о чем вам нужно помнить, это то, что есть определенная особенность в процессе выполнения упражнений. Если в обычном варианте выполнения упражнений, допустим, тех же подтягиваний, вы висите в точке, где ваши мышцы расслаблены, затем подтягивайтесь, максимально их сокращая, и затем возвращаетесь в точку, где опять же ваши мышцы расслаблены, то при тренировке миофибрил вы должны исключить из упражнения точку расслабления. То есть мышца, целевая мышца, та, которую вы сейчас тренируете, всегда должна находиться в напряжении. Если говорить опять же о подтягиваниях, это будет достигаться тем, что вы не будете разгибать руки полностью, вы будете сохранять в них небольшой угол, и мышца всегда будет находиться под напряжением. Это приводит к тому, что с течением времени, чем больше повторений вы делаете, тем сильнее мышца закисляется. То есть в нее поступают определенные вещества, в ней накапливается молочная кислота, в ней накапливаются ионы водорода, но из-за того, что мышца сокращена, они не могут выйти обратно, то есть они находятся внутри мышцы. И это является одним из тех стимулов, которые обеспечивают рост миофибрил. Теперь поговорим о пяти главных составляющих тренировки. В контексте тренировки именно миофибрил. Во-первых, мы поговорим об интенсивности нагрузки в одном повторении, интенсивности упражнения, продолжительности выполнения упражнения, времени отдыха между подходами и количестве подходов за тренировку. Пункт первого – интенсивность нагрузки. Миофибрил отвечает за силу, поэтому вы должны понимать, что любое количество повторений, отличное от одного, это уже переход от тренировки силы к тренировке выносливости. Поэтому чем меньше вы повторений сможете сделать в подходе, чем сложнее будет для вас каждое повторение, тем больше будет интенсивность нагрузки. И в случае тренировки миофибрил, это именно то, к чему вы должны стремиться. Вы должны подбирать максимально сложное, максимально тяжелое для себя упражнение и выполнять его. В отличие от интенсивности нагрузки, интенсивность самого упражнения может быть различной. То есть, я хочу сказать, что такое интенсивность упражнения, да, это насколько тяжело выполнять упражнение, как много мышц в нем задействуется, и здесь возможны варианты. То есть, спринт будет давать один уровень нагрузки, отжимания будут давать другой уровень нагрузки. Опять же, техника, в которой вы выполняете, да, там, плиометрические повторения или, наоборот, очень медленные повторения, это все влияет, и здесь возможны варианты. Продолжительность выполнения упражнения. Здесь все очень просто, вы должны выполнять упражнения до отказа, то есть, до того момента, пока ваши мышцы еще могут сокращаться. Когда ваша мышца перестала иметь такую возможность, и все, вы больше ее не можете сократить, здесь наступает отказ, связанный с тем, что в мышце уже нет больше свободного креатина, и ей просто неоткуда взять энергию для сокращения, и на этом повторения в этом подходе заканчиваются. Конкретно по количеству повторений, либо по времени под нагрузкой сказать нельзя, все зависит от вашего уровня подготовки, но делайте до отказа. Двигаемся дальше, и интервал отдыха между подходами. Поскольку каждый подход вы делаете до отказа, и речь идет о действительно тяжелых упражнениях, то и отдыхать вы должны соответствующе. Речь идет об отдыхе в 5-15 минут после каждого подхода, и это должен быть именно активный отдых. Напомню еще раз, что вы выполняете упражнения в такой манере, чтобы в мышцах накапливались продукты распада, то есть, вы не разгибаете руки, вы не даете после каждого повторения уйти от старой крови, зайти новой в мышцы. Вы не даете ей эту возможность. Это один из ключевых факторов для того, чтобы ваши миофибрилы росли. И, соответственно, на отдыхе между подходами вы, наоборот, должны делать активный отдых. Вы должны двигать руками, вы должны двигать ногами. Вы должны заставить кровь циркулировать для того, чтобы вывести эти продукты обмена, продукты распада из мышц забитых, и дать им свежую кровь, так сказать, перед следующим подходом. И это особенно важно, потому что активный отдых может занимать 5-15 минут, во время как пассивный отдых, то есть, если вы не будете не совершать никаких активных действий, может зайти до 60 минут, чтобы восстановиться после той же самой нагрузки. Сколько делать таких подходов? В принципе, в разной литературе, например, Силуянов рекомендовал делать 5-10 подходов, чтобы это была развивающая тренировка, чтобы ваша мышца получила стимул к росту. Однозначного ответа здесь дать нельзя, как вы понимаете, 5-10, да, это разница в два раза. То есть, смотрите по ощущениям, смотрите по прогрессу. У меня уже было видео на канале о том, как контролировать свой прогресс, что для этого нужно делать. Это, наверное, самый объективный способ подслеживать эффективность своих тренировок. Что касается чистоты проведения таких, то есть, как часто можно так тренироваться, то здесь необходимо помнить тот момент, что ваши миофибрилы строятся на 90% за примерно 15 дней, плюс-минус. И оставшиеся 10% достраиваются еще в течение месяца или около того. То есть, это больше соединительная ткань, которая соединяет ваши мышцы с костями и так далее. То есть, учитывайте этот момент, чтобы не перегрузиться и не получить травму. От тренировки миофибрилы переходим к тренировке митохондрии. И самый, не знаю, кому-то приятный, кому-то неприятный факт заключается в том, что их тренировки практически диаметрально противоположны. То есть, если при тренировке миофибрил мы, наоборот, хотим лишить мышцу поступления нового кислорода, хотим накопить не как можно больше ионов водорода и так далее, то при тренировке митохондрии мы должны действовать совершенно другим образом. Ваша тренировка митохондрии, ее эффективность зависит напрямую от того, сколько будет креатина в клетке мышечной, сколько будет у нее кислорода, и как можно меньше в ней должно быть ионов водорода, чтобы она не закислялась. То есть, вы понимаете, это разные-разные принципы тренировочные. Если переводить это все, этот вот научный язык, на простой, все очень просто. Когда вы тренируете силу, вы делаете мало подходов, и вы закисляетесь. Когда вы тренируете выносливость, вы делаете много подходов, и вы не закисляетесь. То есть, если вы хотите нарастить новые мышечные волокна, вы вешиваете, допустим, дополнительный вес, или начинаете делать вместо обычных подтягиваний очень высокие, но мало. Если вы хотите, наоборот, прокачать выносливость, то тренируете, собственно, весом, и делаете много-много-много повторений. Конкретно, опять же, сейчас пройдемся вот по этим пяти принципам. Интенсивность нагрузки в одном повторении и интенсивность упражнения. Эти параметры должны быть на уровне анаэробного порога. Что такое анаэробный порог, я сделаю обязательно отдельное видео, потому что сейчас пересказывать вкратце, чтобы еще было понятно, я просто не смогу. Извините, ребят, можно либо погуглить, либо подождать. Я вот размещу ссылочку на видео об анаэробном пороге. Во-вторых, продолжительность выполнения упражнения. Поскольку сейчас мы его делаем в такой манере, что после каждого повторения есть определенная фаза отдыха, во время которой ваша мышца отдыхает, то продолжительность, естественно, значительно вырастает и может достигать от 2 минут до 30 минут. То есть это действительно тренировки на выносливость, они долгие, но эффективные для тренировки именно выносливости. Время отдыха между такими подходами, опять же, оно может быть не таким большим. То есть вам не нужно 15 минут отдыхать, потому что, в принципе, в процессе выполнения упражнения каждый раз ваша мышца отдыхала. Естественно, достаточно пары-тройки минут между подходами для того, чтобы восстановиться и начать делать новую серию на выносливость. Количество подходов в упражнении. Здесь простой принцип. Чем больше, тем лучше. Можно делать 20 подходов, можно делать 30 подходов, можно делать 40 подходов. И главным ограничением будет являться запас гликогена. То есть в какой-то момент вы просто устанете, почувствуете голод, значит, пришло время остановить тренировку и пойти подкрепиться. Некоторые тренируются поэтому два раза в день, я говорю о профессиональных спортсменах, они тренируют там утром и вечером, у них продолжительные тренировки по несколько часов, построенные вот как раз вокруг этой модели. Если есть свободное время, если есть желание, то вы можете делать точно так же, если, допустим, школьник, и сейчас летние каникулы, и вы хотите прогрессировать быстрее, то возьмите на вооружение эту технику. Одной, кстати, из распространенных идей является сначала наращивание миофибрил, то есть вы создаете новые мышечные волокна, а затем начинаете тренировки на выносливость для того, чтобы наполнить эти мышечные волокна митохондриями, чтобы у вас они стали выносливыми. Вы выходите на какой-то определенный уровень, допустим, там 30 или 40 отжиманий на брусьях, и упираете потолок, потому что все практически имеющиеся мышцы у вас уже забиты миофибрилами, вам просто неоткуда-то взять дополнительную выносливость. Когда вы берете, допустим, вешаете дополнительный вес, строите новые мышцы, у вас появляются новые мышцы, появляется резерв для строительства новых митохондрий. Вы начинаете заполнять их митохондриями, и ваш максимум увеличивается уже там с 30-40 до 50-60. Опять уберешься в потолок, снова, значит, пришло время строить новые мышцы. И вот так вот происходит постоянно. Возьмите на вооружение эту схему, если вдруг вы не можете прогрессировать дальше, потому что она реально рабочая, Санек. Не даст обмануть. Ну и в заключении вся представленная видеоинформация носит рекомендательный характер. Для того, чтобы объяснить вам с теоретической точки зрения, почему вам время от времени нужно менять свои тренировки, если вы достигаете в них какого-то плата. То есть, если вы, допустим, достигли 20 потягений и не можете вырасти больше, возможно, вам не хватает миофибрил. Или наоборот, вам не хватает митохондрии, то есть вы устаете. Соответственно, вы можете адаптировать свои тренировки для того, чтобы смесить акцент и преодолеть эту плату. Ничего сложного в этом нет. Приспосабливайтесь, импровизируйте и преодолевайте, и достигнете успеха. С вами был Антон Кучумов. Увидимся в следующих роликах. Пока! Делает качки по Вилану! Ага.